посылка с алиэкспресс магазин муму без очень ответственный продавец всегда с тобой на связи можешь задавать вопросы перед заказом после заказов всегда выходит понимает о чем ты у него спрашиваешь это немаловажно когда заказываешь на алиэкспресс кто заказывал тот и спи списывался с продавцами тот меня понимает и сразу отправляет быстро играл на главное видите как приходит все приходит все защищено сверху еще был пакет непрозрачный с адресом а так все приходит у него каждый раз в защитных таких бронежилетах можно сказать на одном из прошлых видео показывал я вам zigbee мост и с маленькими вот такими датчиками которые работают по zigbee протоколу с приложением эвелинк именно тоже у этого продавца в магазине я заказывал потихоньку ты можешь строить себе такую домашнюю сигнализацию можно сказать ну и умный дом уже так сигнализации сейчас идут она не только может сигнализировать но и выполнять какие-то действия все упаковано смотрите затянуто в пленку фирменная наклейка характеристика по товару приложение вылинг сразу можешь скачивать 15 кран это электропривод крана там на странице товара ты перед заказом выбираешь какой тебе нужен там 20 15 20 25 и можешь также выбрать с датчиком затопления протечки с вот таким маленьким зигбишным в комплекте тебе он придет который будет управлять этим приводом то есть этим краном это даже не привод можно смело назвать что это в электрокран шаровый электрокран вот такого вот исполнения о в комплекте идет блок питания но 5 вольтовый 1 амперный вполне ему хватает вот такой обычный блок шестигранник посмотрим зачем пока не знаю и в общем то все далее разобраться не тяжело эта модель у них позиционируется как обновленная прошлый экран показывал я вам здесь просто была черная крутилка но вручную ты можешь в случае если вдруг питания нету понятно ты можешь кран перекрыть и вручную обычный шаровый кран и сверху электропривод его характеристики также здесь прописаны прошлый тот что был у меня на видео обзоре он уже установлен работает он работает по вайфай это zigbee вариант но ты можешь также заказать и вайфай вариант если ты начал строить воду zigbee мост такой купил по сути это будет централь твоя и на него будут заводиться все датчики через него ты будешь строить все сценарии в чем прикол загиби протокола что это маленькие вот такие датчики которые имеют батарейки и их на очень долго хватает там больше пяти лет некоторые работают то есть ты не будешь заморачиваться подключил раз установил куда нужно и забыл она все в автомате работает и дальнобойность их также лучше загиби протокола чем вайфай до 100 метров ну понятно там факторов много помехи различные стены что-то там у тебя будет на пути от устройств между устройствами в данном случае исполнение полностью водонепроницаемое то есть герметичность ip65 под воду понятно это устройство опускать нельзя но это брызгозащита рассчитано на то что сможет его установить на улице под дождем он будет нормально работать без проблем на вариант когда ты установил его и управлять этот кран будет поливом потому что ты можешь графики ставить через приложение и этот кран будет самостоятельно работать даже по дням например в понедельник нужно полить во вторник не нужно в среду там с 2 до 6 в четверг ночью полить нужно тебе это все будет в автомате работать без твоего участия ты чисто на телефоне все задал и все работает смотрю думаю как же тут как-то поворачивать а ну и вручную можно поворачивать но вот под шестигранник в этой головке есть отверстие и перекрываешь в случае чего если нужно очень легко кран работает очень легко вообще как-то даже странно для шарового крана летает просто то есть или механический способ или же будет привод сам управлять индикация кнопка все по стандарту также голосовыми помощниками ты сможешь управлять этим краном очень поддерживает много платформ это гугловский голосовой помощник там яндексовский сири также поддерживает все управляется это все будет работать удаленно из любой точки мира вот ты настроил его и потом с приложения взял смартфон пошел и отслеживаешь этот кран и также все сценарии подключил его к блоку питания включаю в розетку пошел он тестироваться наверное гудит привод до пошел закрываться заодно можете скорость посмотреть закрытие открытие нормальная скорость для всех приводов таких вот которые существуют открываю приложение на смартфоне эвелинк очень она таки стабильная нормально работающие приложение можно ставить и устройство всегда обновляются различные вот шлюз экран вы видите там вот доступная новая версия вот можно зайти обновить сейчас подтвердить вот шлюз я сейчас и обновляю вот он мигает замигал зеленым светодиодом обновим перед подключением удобная индикация в каком состоянии экран выключен или включен и тут ты можешь видеть но и светит тебе индикатор красным а он открытый будет зеленым светить то есть даже издалека ты сможешь увидеть светится особенно в темноте классно но видно в каком состоянии экран выполняется обновление прошивки шкала даже есть идет и вот датчики которые подключены именно к шлюзу по zigbee протоколу в списке устройств у меня устройств много они вайфай вот привод на который я показывал вам в прошлый раз вайфай также вот он в состоянии сейчас открытом и различные вентиляторы кухня различные реле все что по вайфай работает все зикби вот можно подключать так что-то пришло обновление до обновился зигби мост в режиме добавления мигает вот синий светодиод в таком вот режиме если долго ты не добавляешь он просто погаснет экран может работать ну просто как механический будешь закрывать его открывать то есть удаленно не смог не управлять делаю добавление его на зигби мост открываю жму добавить поиск устройств идет мост замигал зеленым светодиодом также кран вот так вот сделал светомузыку смартфон устройство показывает что найдено устройство добавляю зигби мост уже не мигает есть девайс добавлен захожу на девайс до веб интерфейса как обычный как вайфай кран вот этот что я делал вам обзор перед этим на списке устройств он также отдельно есть ты можешь на него заходить заходить и поменять имя платформы которые поддерживает поделиться с кем-то создать авто сценарий ну и управлять краном из любой точки мира зеленый светодиод загорелся привод активировался и сейчас вот начал открывать кран статус также ты видишь на смартфоне в списке устройств также будет галочка включена устройство открыто кран открыт также этот у меня холодная вода вот сейчас открыт можно поменять ему иконку отображать как выбираешь из готового кранов чего-то здесь нету только водяной насос есть сохраняешь иконку выглядит теперь устройство вот так ну и переназовешь будет по-другому что я сейчас хочу сделать задать сценарий чтоб при том когда датчик почувствует воду окажется в воде и замкнуться его два контакта между собой чтобы он подал сигнал на мост а мост подает сигнал на кран все это происходит моментально экран закрывается то есть такая сигнализация по затоплению тебе приходит уведомление на смартфон где бы ты ни был в любой точке мира что у тебя протечка воды и выполняется действие по устранению то есть перекрывается центральный кран ну или тот кран который отвечает за участок захожу на устройство три точки авто сценарий плюс если это условие срабатывания добавить условия умное устройство выбираем датчик затопления датчик протечки water like ты так также можешь его переназвать там датчик протечки кухня может у тебя по дому несколько датчиков датчик протечки туалет ванная назовешь их и будешь получать понимать откуда что утечка не обнаружено обнаружено протечка сохранить и при этом что делаем уведомление ручной сценарий можно выбрать если ты задал ручной сценарий выбираем девайс и жмем выбираем выкол сохранить видите имя закрытие экрана сценарий добавлен и пробуем его работу датчик вода погружение моментальная реакция просто моментальная ну кран имеет задержку кран закрыт можно ставить следующий сценарий при просушке делаю просушку смотрите как быстро размыкание произошло экран открывается это все работает на расстоянии как я вам говорил нужно пробовать но zigbee до 100 метров работает поэтому пределах твоего дома частного дома трех этажей я думаю даже если трехэтажный твой дом двухэтажные подвальное помещение все это будет работать в подвальном помещении кран стоит например в водящий воду в твой дом а эти у тебя датчики разбросаны по там санузлам и кухням все это будет работать на удалении я вам просто показываю как это работает на столе тут же реакция просто моментальная ну и уведомление настраиваешь на смартфон сейчас должно было прийти сразу и уведомление по протечке в сценарий по закрытию крана по протечке добавил всплывающее уведомление нажал плюс просто и выбрал опять еще плюс уведомление сохраняешь давайте попробуем выключаю смартфон и просушиваю моментально и пришло уведомление тут же смотрите устранена протечка ванная все как я прописывал блин ну вот нравится как работает вылинг моментально все работает очень классно без задержек этот все ты можешь объединять и не только это тот минимальный сценарий который я тебе показал что можно делать с этими устройствами плюс еще к этому можно добавить например у тебя умная лампа есть от эвелинка сановская в разных цветах она там светит и ты можешь при этом когда протечка закрывается кран и лампа переходит например в красное свечение ориентироваться человек сможет еще и по свечению лампы на смартфоне также уведомление заходишь и смотришь по уведомлениям что у тебя происходило открытие крана сегодня дата такая что вообще вот делалось журнал если тебе интересно сам всем этим будешь заниматься и потихоньку можно докупать датчик температуры вот недавно я вам так также показывал полный видео обзор этих устройств все минимуме мини минималистичная сейчас все небольшое датчик движения посмотрите какой маленький также zigbee гиркон открытие дверей на прошлое видео заходите я вам показывал кстати если активируешь и будет приходить тебе уведомление на электронную почту но на которой ты зарегистрировал аккаунт галочку ставишь и приходит плюс уведомления еще и на электронную почту добавил ручной сценарий вот он можно вручную зайти кликнуть тут куча сценариев у тебя будет и также подразумевает сценарий голосовой под поддержку сирии ну на айфоне сирии понятно кстати кнопка также работает просто подошел если нужно тебе нажал экран или закроется или откроется одним нажатием сейчас попробуем как работает голосовое привет сири закрой кран запускается сценарий кран закрывается также открой кран ставишь сценарий добавляешь на сирии все там просто очень легко разобраться по сценариям он показывал можно на машине карплей открываешь и там у тебя будут сценарии сможешь из машины управлять этими всеми устройствами привет сири выключи освещение вот так все это работает привет сири включи освещение по устройству по расписание работы ставишь таймер обратный отсчет например сколько нужно чтоб кран был в открытом состоянии и потом закрылся цикличный таймер также все что нужно есть и даже можно камеру добавить вылинковская камера также маленькая вай-фай камера которая будет стоять например в том месте и смотреть на в помещении где кран находится то есть ты будешь видеть когда открываешь веб-интерфейс тебя здесь будет камера именно вот тут открыта камера открыл кран смотришь на него и управляешь им такое также возможно это очень классно работает по камере я так так же вам делал видео кому нужно дам ссылку на сегодня все вкратце показал вам вот так ты все настроил потом понес просто его установил кстати и отверстие есть до для пломбировки видите все все продумано под проволоку для пломбировки то есть этот кран можно смело использовать как кран для на входе который будет стоять ты можешь отдельно покупать не все сразу купил шлюз купил кран с датчиком а потом уже добавляешь что тебе нужно масса устройств и очень все классно работает подписывайся на канал в telegram заходи мой телеграм-канал и также заходи на магазин цены радуют и продавец тоже адекватный всем удачи до следующих видео